Турнир по быстрым шахматам на этой неделе провели в Сургуте среди слабовидящих и слепых спортсменов. Эти соревнования стали отборочными, победители вошли в окружную интеллектуальную сборную. Традиции встречаться за шахматной доской в канун Дня незрячего человека в Югре уже 10 лет. Общественная организация «Спорт слепых» каждый год собирает людей из Югры, приезжают спортсмены из Елутровска, Тобольска и Тюмени. К слову, в этот раз первенство по быстрым шахматам стало историческим для всей страны. Черно-белые баталии прошли с участием тифло-комментатора, специалиста, который проговаривает для слабовидящих все, что происходит вокруг. По приглашению телеканала Югра в Сургуте со спортсменами работала Вера Февральских. Уникальный и редкий кадр. Для нее, кстати, опыт комментирования шахматного турнира тоже был первым. Как это играет на ощупь и помогает ли аудиодескрепция включить воображение, узнавала Ольга Придоха. Шахматная доска для слабовидящих и слепых практически ничем не отличается от обычной, разве что на ней нет числовых и буквенных обозначений, участникам они просто не нужны. А еще шахматные квадраты оборудованы специальными отверстиями. В фигурах есть вот такие чопики для того, чтобы участник, когда делает ход, мог зафиксировать фигуру. Его оппонент, когда может провести рукой, случайно не уронил фигуру. В шахматы слабовидящие играют не только ради досуга. Ориентируясь на доске, игроки учатся осваиваться на месте. Логическое мышление, хорошее воображение и умение предугадывать в прямом смысле слова каждый свой шаг – это, пожалуй, самые важные навыки, которым их учит игра королей. Картинку в голове рисую, позицию расставляю. И дело в том, что занятие шахматами, особенно для тотально слепых, оно позволяет повысить свои навыки в ориентировке в пространстве и в мобильности. То есть начал играть шахматы для того, чтобы лучше передвигаться по улицам. Только если раньше они играли на ощупь, то теперь появился еще один способ – на слух – с помощью тифло-комментатора. Он – глаза шахматистов. Во время партии специалист проговаривает ходы, замечает эмоции соперников и даже может прогнозировать игру на несколько ходов вперед. Денис внимательно изучает положение фигур в центральной части доски и в толу противника. Чемпионат по быстрым шахматам среди слепых в таком формате прошел впервые. Аудиодескрипция в новинку не только для Югры. Этот турнир стал первым в России, где участвовал тифло-комментатор. Конечно, когда я готовилась к сегодняшнему дню, я много чего прочитала, посмотрела трансляции, несколько трансляций шахматных турниров с комментированием. Конечно, всегда очень важно для тифло-комментатора подготовиться, особенно когда что-то незнакомое и новое. Но тифло-комментатор – это специалистка, который не должен быть профессионалом в той сфере, которую он описывает. Конечно, он просто должен иметь определенный набор слов, определенной лексикой владеть, для того, чтобы правильно это все описать. Профессия тифло-комментатора, кстати, очень редкая. По всей стране их всего-то 80 человек. В основном комментаторы участвуют в работе над художественными фильмами, озвучивая их для слабовидящих. Но есть и необычные сценарии работы. Вера Февральских, к примеру, комментировала прогулку по парку для группы незрячих. Группа незрячих слабовидящих вместе со зрячими шла по берегу живописного озера в Московском парке. И была очень плохая погода, мы все были в дождевиках. Я рассказывала, что мы видим, когда проходим тот или иной отрезок пути, потому что один и тот же вид менялся каждую секунду, потому что заканчивался дождь, выглядывало солнце. Тифло-комментатор Вера Февральских – давний друг телекомпании «Югра». Редкой уникальности кадр вместе с нами создает фильм «Югра многовековая», рисуя для слабовидящих яркие и самобытные образы. Теперь она еще и первый в России тифло-комментатор шахматных турниров для слепых. Такой формат работы вряд ли можно сравнить с променадом вдоль озера, комментированием кино или новостей. Аудиодескрипция делается больше для самих шахматистов, нежели зрителей. Спортсмены, кстати, убеждены, что так играть гораздо проще и интереснее. Ольга Предоха, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра». Специально для программы «Больше чем новости».